Что касательно ультразвуковых методов исследования, надо сказать, что на сегодняшний день отмечается бурный рост интереса к данной методике. И эта участь не обошла и ультразвуковое исследование диафрагмы, поскольку данная методика, как мы с вами прекрасно понимаем, является безопасной. Поэтому мы можем множество раз повторить данную процедуру и тем самым набрать большой пункт данных и провести динамическое наблюдение. Очень важно, что данная методика не является обременительной, достаточно проста в своем выполнении и не занимает большого времени для того, чтобы получить клинически важную информацию. Немаловажное значение имеет то, что для применения данного метода не требуется какого-то сложного оборудования, может быть использовано базовое ультразвуковое оборудование и даже портативные приборы, тем самым становится возможным проведение данного исследования, в том числе и у постели больного. Таким образом, не сложные технологии, небольшой затраты временные, несмотря на эти, казалось бы, минимальные затраты, мы получаем с вами очень важную и существенную информацию, обладающую высокой точностью, высокой воспроизводимостью. И надо сказать, что данная методика предвосходит стандартную рентгенографию органов в грудной клетке, та методика, которая чаще всего и проводится с целью диагностики дисфункции диафрагмы, если мы говорим про рутинную клиническую практику. Итак, ультразвуковое исследование диафрагмы может быть проведено с точки зрения двух аспектов. Первый аспект – это оценка функции диафрагмы, и второй аспект – исследование структуры диафрагмы. Итак, оценка функции диафрагмы, она проводится по оценке экскурсии диафрагмы, то есть насколько подвижна диафрагма при дыхательных маневрах. Поэтому исследование экскурсии диафрагмы может быть проведено при спокойном дыхании, при глубоком дыхании, когда осуществляется максимальный вдох до уровня общей емкости легких, и при снив маневре. Если мы говорим про оценку структуры диафрагмы, то она оценивается по толщине диафрагмы. Это один подход. А второй подход – оценивается утолщение диафрагмы во время дыхательного маневра. Оценивается, насколько изменяется толщина диафрагмы по сравнению с выдохом. То есть определяется толщина диафрагмы на вдохе, вычитается толщина диафрагмы на выдохе, и вот эта разница соотносится с толщиной диафрагмы на выдохе. Этот показатель называется фракцией утолщения диафрагмы. Итак, когда мы проводим, для чего мы проводим, зачем мы это делаем? Давайте посмотрим, где может быть целесообразно проводить ультразвуковое исследование диафрагмы. Ну и, конечно же, с чего бы я хотела начать, это с клиники, которая занимается критическими состояниями. Поскольку накопленные данные нам позволяют говорить о том, что дисфункция диафрагмы ассоциирована с развитием неблагоприятных исходов. Это высокая вероятность госпитализации больного в отделении интенсивной терапии, увеличение длительности нахождения больного в блоке интенсивной терапии, увеличение необходимости проведения искусственной вентиляции легких, увеличение продолжительности самой вентиляции легких. Кроме того, дисфункция диафрагмы ассоциирована с высокой вероятностью неудачи экстубации при искусственной вентиляции легких. И дисфункция диафрагмы ассоциирована с высокой вероятностью летального исхода. Поэтому очень важно, конечно, оценивать дисфункцию диафрагмы, в том числе и при критических состояниях. Уже доказано, нам с вами хорошо известно, что даже на ранних этапах проведения искусственной вентиляции люки, толщина диафрагмы может как прогрессивно увеличиваться, так и прогрессивно уменьшаться. И вот доля таких больных составляет значительную часть, вы видите 65, по данным местных исследователей, 70%. И, к сожалению, это те больные, которые, по всей видимости, будут в сложности при отлучении этих больных от искусственной вентиляции люки. Эти больные, как правило, имеют плохой прогноз. И всего треть больных имеет стабильную толщину диафрагмы. Эти больные, как правило, имеют хороший прогноз. Вот стабильная толщина диафрагмы, как правило, ассоциирована с фракцией утолщения диафрагмы в диапазоне от 15 до 30%. Считается, что это вот те целевые значения, которые говорят о благоприятном пороге выбора инспираторного усилия при проведении искусственной вентиляции лёгких. Мы с вами знаем, что чрезмерная вентиляция или недостаточная вентиляция приводят к острому повреждению диафрагмы. Поэтому на это мы с вами должны обращать внимание. Чрезмерная вентиляция приводит к тому, что сократительная активность диафрагмы снижается, что будет отражаться и в морфофункциональных характеристиках диафрагмы, которые мы получаем при ультразвуке. То есть будет отмечаться снижение фракции утолщения диафрагмы, уменьшение толщины диафрагмы. Другая ситуация – это недостаточная вентиляция. В этом случае мы будем иметь дело с увеличением сократительной активности диафрагмы, с чрезмерным увеличением сократительной активности, что приведет к увеличению фракции утолщения диафрагмы и увеличению толщины диафрагмы. Поэтому наша задача подобрать такое оптимальное усилие, которое бы сохранило способность диафрагмы в будущем, и у нас не было бы проблемы отлучения больного от искусственной вентиляции легких. И вот чтобы подобрать это оптимальное усилие, есть определенные подходы, то есть выработаны определенные пороговые значения морфо-функциональных характеристик, которые мы получаем при проведении утрозвукового исследования, которые и позволяют нам, во-первых, подобрать режим, и вот данный подход приводит к минимизации развития неблагоприятных исходов. Конечно, мы сегодня говорим про диафрагму, но мы не должны забывать и другие дыхательные мышцы, и на мой взгляд, всегда немаловажным является более комплексно подходить к этой проблеме. Поэтому, на мой взгляд, необходимо оценивать и только толщину диафрагмы, и ее функцию, но и другие дыхательные мышцы. И ряд исследований как раз посвящено данной проблеме, то есть в той ситуации, когда диафрагма испытывает затруднения в сокращении, снижаются ее сократительные способности, естественно, в плане компенсации выходят другие мышцы, например, межреберные мышцы. И активность межреберных мышц повышается. Таким образом, если мы знаем с вами состояние диафрагмы, состояние межреберных мышц, мы еще более и более точно получаем информацию, которая позволяет нам посвысить диагностические точности нашего ультразвукового метода. То есть мы получаем еще большую разницу между больными, у которых ожидается положительный эффект от экстубации, а тех, у которых мы наблюдаем неуспех при экстубации на фоне искусственной вентиляции лёгких. Конечно, не только искусственная вентиляция лёгких обуславливает и алиасоциированность дисфункции диафрагмы. Но есть и другие состояния, которые могут вызывать дисфункции диафрагмы. Дисфункция диафрагмы сама по себе – это потеря мышечной силы. Она может быть частичной, может быть полной, может быть односторонней, может быть двухсторонней. При двухсторонней дисфункции диафрагмы наблюдается появление одышки, которая усиливается в горизонтальном положении, что, естественно, не может не сказаться на качестве жизни. Естественно, снижается толерантность физической нагрузки и, как мы с вами уже видели, ассоциирована с плохим прогнозом. Поэтому, конечно же, диагностика данного состояния весьма важна. Но и частичная потеря мышечной силы, даже односторонняя, когда мы не видим никаких жалоб со стороны пациента, если у нее нет других сопутствующих проблем, то все равно это состояние требует своевременной диагностики, потому что если мы пропустим это состояние, то мы в дальнейшем столкнемся с более серьезными проблемами и с развитием неблагоприятных исходов. Метод, который чаще всего подозревает развитие дисфункции диафрагмы, этим методом является рентгенография органов грудной клетки, когда выявляется высокое состояние купола диафрагмы. Но мы с вами прекрасно понимаем, что не каждое высокое состояние купола диафрагмы ассоциировано с дисфункцией диафрагмы. Поэтому любая находка при рентгенографии должна впоследствии быть сопровождена дополнительным исследованием, и этим исследованием должно являться ультразвуковое исследование диафрагмы, ну а если есть возможность, то и межреберных мышц или каких-то других дополнительных дыхательных мышц. Итак, пара с диафрагмой. С точки зрения оценки функций диафрагмы мы можем наблюдать отсутствие подвижности диафрагмы, так называемой акины, или даже появление элементов парадоксального движения, то, что вы видите на правой картинке. То есть наблюдается парадоксальное движение диафрагмы в противоположную сторону, нежели мы бы ее ожидали в нормальных условиях. При слабости дыхательных мышц экскурсии диафрагмы все-таки будет определяться, но амплитуда движения будет снижена. Когда мы говорим про пары с диафрагмой, то недостаточно говорить только про структуру, только про функцию диафрагмы. Конечно же, очень важно оценить и структуру диафрагмы. И как мы с вами уже договорились, структура диафрагмы оценивается с позиции оценки толщины диафрагмы и фракцию толщины диафрагмы. И вы видите, какие существенные различия мы получаем, когда сравниваем больных с парэдом и больных с нормальным состоянием диафрагмы. Таким образом, мы получаем еще более важную информацию, уточняющую информацию. Почему нам важно оценивать структуру диафрагмы? Ну, наверное, это связано с тем, что все-таки целесообразно и определиться. Хронический парэд, острый, подострый парэд. Мы с вами прекрасно знаем, что при остром парэде остается какая-то надежда на возможное, наверное, не нормализацию, но улучшение морфофункционального статуса диафрагмы. И как отличаются хронические парэд от острого? Как правило, и там, и там мы наблюдаем изменения функции диафрагмы, то есть снижается или отсутствует движение диафрагмы, уменьшена фракция у толщины диафрагмы менее 20%. Но толщина диафрагмы все-таки превышает пороговое значение при остром парэде. То есть еще не наступила той атрофии диафрагмы, которую мы имеем при хроническом парэде. Есть некоторая надежда на то, что мы, возможно, сможем улучшить с помощью дополнительных процедур структурно-функциональный статус диафрагмы при остром парэде. Надо сказать, что дисфункции диафрагмы достаточно часто наблюдаются и при заболеваниях легких. Так, например, при хронической обструктивной болезни легких может выявляться снижение экскурсии диафрагмы, уменьшение толщины диафрагмы. Вот эти состояния, как было показано в дальнейших исследованиях, ассоциированы с увеличением гиперинфляции и наличием воздушных ловушек, ассоциированы тем самым с увеличением выраженности одышки и уменьшением толерантности к физическим нагрузкам. Что происходит при хронической обструктивной болезни легких? Наблюдается изменение формы диафрагмы, ее уплощение, происходит уменьшение площади диафрагмы. И, естественно, это не может не сказаться на морфофункциональном статусе диафрагмы. И мы видим, что при прогрессировании обструктивной патологии наблюдается уменьшение толерантности к физической нагрузке, что находит свое отражение, как в данном исследовании, в уменьшении потребления кислорода при выполнении нагрузочного теста. Что приводит к увеличению гипервоздушности во время выполнения нагрузочного теста. И вы видите сильные корреляционные связи функциональных параметров с дисфункцией, с нарушением амплитуды движения диафрагмы при выполнении данного исследования. И вот вы видите еще результат одного исследования, где провели оценку, как я уже вам говорила, немаловажным. Оценили фракцию укорочения диафрагмы и межреберных мышц у больных хромической обструктивной болезни легких. И что мы с вами видим? Что при прогрессировании бронхообструктивного синдрома наблюдается усиление потребности в улучшении работы, сократительной способности диафрагмы, но она не может справляться с повышенными потребностями, она не состоятельна, и на помощь приходят межреберные мышцы. И вы видите сильные корреляционные связи между фракцией утолщениями межреберных мышц, то есть они усиленно работают, в отличие от диафрагмы. Кроме того, ультразвуковые параметры диафрагмы интересно рассматривать с точки зрения их предсказательной возможности обострения хронической обструктивной болезни легких. Естественно, когда оценивается обострение хронической обструктивной болезни легких, мы ориентируемся на клинические показатели, на функциональные показатели исследования легочной вентиляции, такие показатели, как форсированная жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду. Но вот посмотрите, и параметры ультразвуковые, это толщина диафрагмы, фракция утолщения диафрагмы, амплитуда движения диафрагмы, ничуть не хуже справляются с этой задачей. То есть они также примерно на том же уровне предсказывают развитие обострения больного хронической обструктивной болезни легких. Причем в этом исследовании были предложены пороговые значения, которые получаются при максимально форсированном маневре. И эти параметры, представленные на слайде, ориентируясь на них, исследователи доказывают возможность ультразвуковых параметров так и рассказывать о развитии обострения у больного хронической обструктивной болезни легких. Немаловажным является то, что морфо-функциональные показатели, получаемые при УЗИ диафрагмы, ассоциированы также с эффективностью неинвазильной вентиляции легких. И вот какая интересная работа была проведена, и результаты, я представляю, здесь были оценены традиционные показатели, которые мы используем при оценке эффективности неинвазильной вентиляции легких. Это изменение PH и PCO2 в артериальной крови на фоне первых двух часов проведения неинвазильной вентиляции легких и оценка утолщения диафрагмы до проведения неинвазильной вентиляции легких. И посмотрите, снижение этого показателя менее 20 даже лучше справляется с прогностической возможностью и лучше предсказывает неблагоприятный исход неинвазильной вентиляции легких. То же самое и было продемонстрировано в другой работе, правда здесь оценилась не фракция утолщения диафрагмы, а экскурсия диафрагмы. И посмотрите, что экскурсию диафрагмы оценили через час проведения неинвазильной вентиляции легких и сравнили с традиционными показателями PH и PCO2. И посмотрите, площадь под кривой наибольшая как раз при оценке экскурсии диафрагмы, которую оценили через час проведения неинвазильной вентиляции легких. Таким образом, исследователи предлагают использовать устрозвуковые параметры, оценивающие функцию диафрагмы при оценке и выборе режимов вентиляции для того, чтобы получать более эффективную неинвазильную вентиляцию, более эффективный результат. Я говорила про обструктивную патологию, но и рестриктивная патология демонстрирует также важность измерения параметров диафрагмы. Диафрагма может не только уменьшаться, но и увеличиваться ее толщина, что говорит о том, что имеет место повышенная потребность в работе диафрагмы. Происходит тренировка диафрагмы. Но и нередко происходит снижение функциональных и структурных параметров. И вот снижение этих параметров ассоциировано со снижением функции легких, таким параметром, как форсированная жизненная емкость легких. Ассоциировано со снижением толерантности к физическим нагрузкам и с увеличением выраженности отышки. Конечно, сложно не сказать и при состояниях, где востребована узи диафрагмы, это, конечно же, при нервномышечных расстройствах. Конечно же, здесь устразуковое исследование диафрагмы является очень востребованным методом. В данном исследовании я привожу результаты, которые демонстрируют, что при боковом амиотрофическом склерозе, при мышечной дистрофии дюшены, при других патологических состояниях, можно отмечаться уменьшение морфо-функциональных характеристик, получаемых при УЗИ. И вот вы видите, что снижение этих показателей ассоциировано со снижением функции легких, со снижением силы дыхательных мышц и даже могут быть оценены моменты, определены те моменты, когда необходимо начинать ненавазивную вентиляцию легких. Мы с вами говорили про традиционные показатели, это амплитуда движения, это толщина диафрагмы, фракцию толщины диафрагмы, замечательные показатели. Но, конечно же, исследователи не стоят на месте, осмотрят вперед, и на сегодняшний день предлагается разработка новых подходов, ультразвуковых подходов, которые позволяют улучшить диагностический поиск. И одной из таких технологий является применение тканевого доплера. Я думаю, что те специалисты, которые сталкиваются с эфкардиографией, прекрасно знают эту методику. Она часто используется там. Но возникает вопрос, если мы можем с помощью тканевого доплера оценить движение тканевых структур при эфкардиографии, почему мы не можем оценить движение диафрагмы. И вот было предложено использовать эту методику. Оцениваются показатели пиковая скорость сокращения диафрагмы, пиковая скорость расслабления диафрагмы и ускорение расслабления диафрагмы. И вот посмотрите, какие интересные результаты были получены. Первый результат, что такой показатель, как трансдиафрагмальное давление, давление которого мы считаем как метод золотого стандарта для оценки функции диафрагмы, так вот этот показатель имеет великолепные корреляционные связи с показателем, которые получаются при тканевой доплерометрии. А в другом исследовании представлены, посмотрите, важные находки, что эти показатели, о которых я говорила выше, которые получаются при тканевой доплерометрии, чем они ниже, тем больше вероятность благоприятного их схода при экстубации больных, которые получают искусственную вентиляцию легких. Причем тут получено очень сильное отличие от больных, у которых не получается успеха при отлучении больных от искусственной вентиляции легких. Надо сказать, что и мы в своей клинической практике применяем данную методику. Широко мы ее применяли при неинвазивной вентиляции легких, которая была проведена у больных с COVID-ассоциированным повреждением легких. Второе направление, которое мы также, о котором я должна сказать, это оценка деформации, скорости деформации диафрагмы. Эта методика также пришла из эхкардиографии, но также, как и предыдущая методика, мы видим хорошие корреляционные связи трансдиафрагмального давления с этими параметрами. Поэтому тоже есть определенные надежды на то, что эта методика будет впоследствии развита и востребована. Но и заключая экскурс в будущее, хочу сказать про методику ластографии. Причем мы с вами прекрасно знаем, насколько эта методика востребована, когда говорится о диагностике фиброза печени. Опять-таки вопрос, а почему нельзя применить эту методику, когда мы оценим состояние, структуру диафрагмы. И вот посмотрите, опять-таки продемонстрированы выраженные корреляционные связи между изменениями диафрагмы, трансдиафрагмального давления, наблюдаемым при различных инспираторных усилиях, с изменением распространения ультразвуковой волны, которая получается при эластографии. Конечно, сейчас мы пока не говорим про стандартизацию метода, идет наработка информации. Сейчас больше мы сталкиваемся с пилотными исследованиями, но тем не менее посмотрите, насколько интересные результаты мы можем с вами увидеть. Одно из исследований демонстрирует, что скорость распространения ультразвуковой волны, которая получается при эластографии, ассоциирована с размерами мышечных волокон диафрагмы, ассоциирована с накоплением липидов в диафрагме, ассоциирована с выраженностью воспалительной инфильтрации диафрагмы. Таким образом, мы подходим к качественной оценке структуры диафрагмы, используя ультразвуковые методики. И опять-таки, почему нельзя применить эту методику не только для оценки состояния диафрагмы, но и межреберных мышц. И опять-таки, сочетание этих двух знаний диафрагмы и межреберных мышц, или, скажем, лестничных мышц, позволяет нам получать еще более важную и нужную информацию. И посмотрите, да, разнонаправленные корреляции, где-то минус, где-то плюс, но мы видим, что показатели эластографии великолепно коллелируют сильные корреляционные связи между параметрами эластографии и такими функциональными показателями, которые получаем при исследовании больных с хронической обструктивной болезнью легких, как объем форсированного выдоха за первую секунду, выраженность гипровоздушности легочной ткани и наличие воздушных ловушек. Да, это будущее, но я думаю, что будущее такое перспективное, и я надеюсь, что недолго то время, когда мы расширим наши возможности и сможем рассуждать уже более детально не только о функции, но и о структуре диафрагмы. И завершая свое выступление, еще раз хочу обратить ваше внимание, что метод высокоинформативен, безопасен, доступен, но при этом мы получаем ценную клиническую информацию оперативно, практически у постели больного. Метод важен, конечно, не только для диагностики, то есть ни одна точка требуется для исследования. Важно диагностику провести, важно оценить прогноз. Но когда мы можем с вами провести серию исследований, получить линейку важных показателей, мы можем провести мониторинг лечения. А мониторинг состояния дыхательных мышц может повлиять на клиническую тактику. И это очень важно, особенно когда необходимо принять немедленное решение, что всегда важно в условиях отделения интенсивной терапии. И здесь, конечно же, метод ультразвукового исследования диафрагмы является незаменимым.